Парни, девчонки, всем привет! 30 апреля, майские праздники в самом разгаре, можно сказать. Ну а у нас есть время поснимать автомобили. И сегодня речь пойдет про вторичный рынок. Мы рассмотрим автомобиль Mazda 3 2014 года в кузове Hatchback с двигателем 2 литра. Я вам как-то раз писал в инстаграме, спрашивал ваше мнение по поводу, может быть, снять все-таки новый автомобиль, вот именно новую трешку. Но она будет оклеена и она будет с двигателем 1.5. Друзья, сегодняшний ценник на автомобиль, на новый автомобиль Mazda 3 начинается, подчеркиваю, в кузове хэтчбэк от 1.200.000 и до 1.350.000. Многие меня называют Mazda дрочером, тем не менее, я считаю, что это очень высокая цена для этого автомобиля на сегодня. И поэтому есть смысл докопить соточку и за 1.450.000 уже ты можешь купить себе шестерку с двигателем 2 литра в полной комплектации Supreme+. Но не будем отходить от темы, давайте сегодня мы рассмотрим с вами этот автомобиль. Если сегодня ты обладаешь суммой, ну, к примеру, от 700 тысяч рублей до 1 миллиона, то, в принципе, вот для тебя вариант, что купить. Смотрите, с двигателем 1.5-1.6 ты машину найдешь от 700 до 800-900 тысяч рублей, а вот уже от 950 тысяч рублей до миллионов, в принципе, в этом диапазоне, ты можешь найти с двигателем 2 литра. Но машина реально редкая. И на сегодняшний день ты просто-напросто новую машину от салона 2 литровую уже не купишь, потому что спрос на нее крайне мал в связи с ценой. Ну, всегда первое, что начинается при выборе автомобиля, это, конечно же, его внешний вид. Про это уже здесь сотни раз люди говорили. Я сам говорил, что машина, вот именно Мазда, сегодня как бы машина симпатичная, она выглядит бодро, современно. И вот обратите внимание, это как бы дорестайлинговая версия, ну, как бы не обновленная версия. Что будет отличаться? У нас идет оптика, у нас идет биксеноновая, противотуманки галогеновые. То есть на новых сейчас уже идет диодная оптика плюс решетка радиатора. Вот у нас небольшая, да, там она будет более такая ярко выраженная. Бампер немного видоизменен. Ну и, соответственно, вот эти вот противотуманные фары, они там будут уже идти как вот на шестерках, то есть точечки маленькие диодные. В целом все внешне, по передней части автомобиля больше никаких отличий не будет. Ну, если обойти автомобиль по округу, так же посмотреть, друзья. Ну, вот задняя часть тоже там есть небольшие видоизменения. Но вот так вот, если ты не владелец Маст, и ты впервые там увидишь ее в потоке, допустим, вот эту или там обновленную. Вот честно, я думаю, ты даже не поймешь, в чем там обновление, вот так вот мельком она проедет. Даже я, владелец Мазды, да, вот я тоже сначала присматривался, думаю, блин, ну что здесь изменилось. Конечно, в глаза бросают, тут именно противотуманки там, ну и то, что оптика не диодная. Все. Остальное, в принципе, то же самое. Конечно же, есть еще небольшие изменения по интерьеру, но о них мы говорим чуть позже. Самое интересное здесь скрывается, конечно же, под капотом. Вот смотрите, весь сыр-бор на этих автомобилях складывается с двигателем. А именно, вот у нас стоит сейчас двухлитровый, это 2 литра, 150 лошадей, Skyactiv. Разгон до 100 у этого автомобиля 9 секунд, ну 8,9-9 секунд. Есть двигатель 1,5, там 120 лошадей, у него разгон до сотни 11,6. Есть двигатель 1,6, у него разгон до сотни, там 104 лошади 14 секунд. Ну 13,6 я округляю в 14. Вот у меня сразу вопрос. Купить такую машину, да, которая внешне, как бы такая агрессивная, спортивная, с двигателем 1,6, я даже вообще не понимаю, для кого его поставили. То есть, эта машина, ну точно не для пенсионера, там, не для взрослого мужика. То есть, это, по идее, машина для молодежи, ну максимум там для женщины, да, которая на работу ездит. Вот только если в этом плане вот можно рассмотреть, кто купит машину с двигателем 1,6. То есть, далее, очень часто все спрашивают, спорят между собой, ну что, правда, что 1,5 овощ? Пацаны, правда, 1,5, 100% будет овощ? Ну ты сам подумай, 11,6 до сотки. Это вообще мало, здесь люди-то спорят между собой, когда 8 секунд машина едет, они, вот это вообще овощная тачка, а тут 11,6. То есть, я считаю, это вообще запредельно. Здесь же у нас идет 9 секунд до 100, сам владель, что говорит, что очень, короче, жалуется на автомат, то, что на самом деле там нажимаешь, то есть, не хватает, ну, знаешь, что, режима спорт. Вот, например, на новых шестерках или даже на новых тройках уже идет режим спорт, то есть, если ты его включишь, динамика по городу, в принципе, будет интересна. Здесь же нужно постоянно давливать в пол, вот, и сама коробка настроена более на экономичный режим. То есть, ты когда едешь, например, по городу, у тебя, например, там скорость 60 километров, а у тебя будет шестая передача воткнута. Поэтому давайте здесь сразу подведем некий итог. Если ты хочешь купить этот автомобиль на вторичке, и ты хочешь, чтобы он хоть какая-то динамика у него была, то, естественно, рассматривать только 2 литра. Но 2 литра стоит денег, то есть, ляму отдать по-любому придется. Если же ты готов, в принципе, пойти на уступки и там ездить, знаешь, ну, как обычно, найдешь сам себе оправдание, то, что, ладно, а что я по городу буду ездить, сейчас везде камеры, то есть, сейчас не разгонишься и так далее, тогда 1,5, и, в принципе, ты можешь найти достойный вариант тысяч за 800, за 850. Конечно, те варианты, когда там 700, ну, это всегда подозрительно, думаешь, в среднем тачка торгуется 800-900, а тут у кого-то за 700. Ну, надо все смотреть, сами понимаете, вторичный рынок – это кот в мешке. В основном же, смотрите, автомобиль у нас японец, 21 тысяча пробег, понимаете сами, то, что для японца 21 тысяча – это вообще ни о чем, то есть, рассказать о том, что владелец вот жалуется, столкнулся с тем-то, ничего не было, даже никаких гарантийных случаев не всплывало. В остальном же, жалуются на двигатель в чем? То, что очень привередлив к топливу. То есть, в идеале, заправлять хорошим, качественным бензином всегда на одной заправке, что, собственно, он делает, я делаю, как владелец Мазды, все. В другом же, открывается капот только для того, чтобы залить омывающие жидкости. Рассказать вам о том, что на что-то здесь можно пожаловать, или встречаются, например, нарекания на автомат, я не могу, потому что среди владельцев, сколько раз не читал, ну, это за исключением. Такие, знаешь, более редкие случаи серии там, ну, заводской брак всегда присутствует. Так, чтобы повали на что-то жалобы были, ну, по мелочам только. Но мы идем дальше. Конечно же, мы, как обычно, всегда делаем наш небольшой эксперимент с проверкой по хлопанию, но это, знаешь, просто фишка канала, так уж получилось. Все по-честному, вот микрофон. Кстати, вот что-что, капот тоже нелегкий, нелегкий. Тем не менее, вот, например, прогибочка у него есть, покажи поближе. То есть, вот человек на мойке был, задели шлангом, и вот уже небольшая вмятинка. Касаемо, кстати, сразу, недалеко не отходя, лакокрасочного покрытия. Естественно, слабенькая. Ну, это стандартная история, то есть, я, сколько не смотрю про машину, вот, какого японца ни возьми, постоянно все, вот, слабо было, как красочное покрытие. Ну, это, в принципе, болезнь японцев, поэтому здесь уже ничего не поделать. Я могу только один совет дать. Если ты покупаешь новый автомобиль, и ты, прямо, вот, реально, вот, боишься за всякие царапинки, вот, тебе, прямо, вот, не хочется этого, мыть машину бесконтактной мойкой, никогда не разрешать ее протирать после мойки. То есть, помыл машину, вышел куда-нибудь там, на прямой участок, соточку вперед, соточку назад, ну, по-моему, погонялся, все, вода улетела, тогда он у тебя проживет максимально долго, ну, кузов в плане. Если мыть с тряпками, ну, будут косяки. Идем дальше, что мы получаем? Значит, смотрите, машина у нас идет на 18-х дисках, передняя подвеска здесь независимая, Макферсон, тормозная система, сразу уделяем внимание, хреновенькая, многие люди жалуются, то есть, смотри, в идеале, конечно же, если ты хочешь там погоняться, вообще любитель такой быстрой езды, лучше сразу скидывать диски, плюс сразу же менять колодки. В среднем диски проживают примерно, ну, до сотки. Если у тебя прожили дольше, не надо писать о том, то, что, в смысле, как это до сотки, у тебя 150 тысяч откаталось, ну, знаешь, ты едешь более-менее аккуратно. Вот я, например, у меня пробег сейчас 72 тысячи, уже все, все, диски надо сейчас менять. Соответственно, здесь нужно уделить на это внимание. За счет того, что подвеска, в принципе, настроена жестко, машина очень хорошо рулится. Вот что, что по городу покататься, по ровным участкам дороги, на большой скорости, дискомфорта никакого не будет. Валкой эту машину назвать вообще нельзя. В тот же момент клиренс у автомобиля 155 миллиметров, о чем это нам говорит, то, что, в принципе, в город ты приедешь, ну, вот это вот частый такой, знаешь, минус нареканий среди владельцев. Вот читаешь отзывы, там, плюсы, минус, плюсы, низкая машина, низкая машина, в тот же момент я тут не понимаю, когда он ее покупал, например, этот человек, который пишет, что она низкая, что он не видел, что ли, этого? Свес бамперов спереди, сзади, в тот же момент габариты автомобиля, вы их сейчас видите на экране, говорят нам о том, то, что когда ты будешь куда-то съезжать, ну, знаете, бывает такой прямой участок дороги, вот, например, раз, ухожешь куда-то на обочину. Бывает, очень часто люди чиркают, вот, где-то в середине автомобиля, ну, там же база длинная. Здесь же, я думаю, ты с этим не столкнешься, хотя, опять же, смотря, куда ты полезешь. Так, для города машина, во. Что у нас есть, зеркала, ну, все, понятное дело, складывается с повторителем поворотника, то есть, шумка автомобиля, да, частый вопрос. Конечно, сейчас все автомобили идут с целью сделать их как можно легче. Вес автомобиля 1317 килограмм, соответственно, это сказывается на расходе, у нас он не превышает 8-9 литров, то есть, в среднем по городу 7-8 литров, за город выехать по трассе, это будет, ну, в районе где-то шестерочки. В тот же момент учтите такой нюанс. Значит, смотрите, зачастую, когда ты покупаешь новый автомобиль, в первую очередь, большую шумку, ну, на шумку сказывается резина. Я рекомендую многим людям, купил машину вот на штатной резине, сразу ее сфотографировать, выставить ее на авито, найдется покупатель, ему скидываешь, ну, параллельно покупаешься что-то более хорошее, ставишь себе хорошую резину и все. Потому что тут у меня, например, на машине зимняя резина тише, чем летнюю. Я сейчас летнюю поставил реально просто прям по ушам, прям как едешь, как в поезде, не знаю. Потихонечку переходим к задней части автомобиля, а это значит, нужно обязательно в него присесть и смоделировать ситуацию, то, что мы куда-то поехали. Покажи в целом просто состояние. Обращаю ваше внимание, у нас топовые комплектации, за исключением того, что у нас только нету кожи. Все, остальное у нас по машине все есть. Давайте присяду, мой рост метр восемьдесят два, человек, который ездит впереди, он, в принципе, такого же роста, поэтому посмотрим, как садится. Раз, опачки, все здесь. В принципе, на самом деле, удобно. Вот как обычно, ехал, думал, трешечка, так, места, конечно, там маловато будет, в тот же момент сажусь. Удобно. Единственное, что неудобно, это вот раз, да, головой. Ну, сесть так, удаляк, так вот присесть, поехали. Куда? В Сочи? В Сочи поехали. Все, едешь, здесь в Сочи. Удобно, нормально. Задняя подвеска независимая, многорычажная. Друзья, у меня есть свой автослесарь, который 10 лет отработал в компании Мазда, и я, естественно, периодически к нему загоняю машину, чтобы он посмотрел, там, сказал, общее состояние. Поэтому вот он официально мне, знаешь, так сказать, заявляет, говорит, что здесь, в принципе, подвеска надежная. Убить ее, ну, убить можно все, что угодно. Поэтому к вопросу о том, что стоит машину покупать, на что обращать внимание, ну, возьмешь эту машину, то есть, смотря, как до тебя человек ездил, потому что мы сейчас рассматриваем именно как вторичный рынок. Бак у нас 53 литра, это означает то, что запас хода у тебя будет примерно 600-750 километров, условно цифры называю. Что изменилось у автомобиля? Вот это у нас дорестайлинговая версия, да? Назовем ее дорестайлинговой версией. В новенькой пошли фонари другие, там немного другой узор стал. Крылья изменились, ну, и вот этот задний, так сказать, диффузорчик тоже немного изменился. Все. А все остальное, в принципе, осталось то же самое. За счет того, что кузов у нас хэтчбэк, багажник идет 308 литров, это вот это, да, пространство. Но если сложить сидение, получится ровный пол, и он будет порядка 1200 литров. Ну, примерно вот так, вполне достаточно пространства что-то перевозить, возить, там, допустим, семейным людям, если есть маленькие дети, коляску закинуть, еще что-то, ну, удобно. Открываем его, здесь у нас лежит докаточка, соответственно, есть домкраты, ключи, ну, все, что нужно для того, чтобы экстренно заменить колесо. Далее, вот обратите внимание, несмотря на то, что сборка японская, все равно такой небольшой люфт, чего-то там деталей, да, присутствует. В тот же момент сам владелец говорит, что у меня никаких нареканий нет, то есть, когда я еду за рулем, ничего не скрипит, не пищит, никаких посторонних шумов не доносится. Это хорошо. Так, идем дальше, смотрите, закрываем багажничек, есть у нас дворник. Обратите внимание на выхлопные трубы, то есть, они раздвоенные идут, сейчас диаметр вот этой трубы составляет в районе 80 миллиметров. Вот соточку себя наварить, я считаю, что это будет симпатично. Ну, это, знаете, мелочи, конечно, они никак не скажутся на езду и уж тем более никак они не скажут на звук. А то некоторые, знаешь, спрашивают, типа, ну и что, поменял насадки себе на машине? Звук изменился? Нет, конечно, что там изменится. Пойдемте в автомобиль, посмотрим, что у нас там изменилось с интерьером. Садиться в автомобиль, я считаю, удобно, но обращаю ваше внимание, машина у нас стоит ровно, не под горочку, бывает так, тоже запаркуешься, и потом самому тяжело в нее залезть даже. Оп, мы здесь. Что мы имеем? Ну, в первую очередь, смотрите, машина, в принципе, угоняемая. Вот, на самом деле, тройка, шестерка, CX-5 машины пользуются популярностью среди угонщиков, поэтому однозначно рекомендую делать, как минимум, каску от угона, раз. У человека она есть, плюс у нее есть механическая защита от угона, раз. Ну и, соответственно, спутник и сигнализация. Так сказать, защищен по полной программе, в тот же момент еще и машину прячет, ставит ее в очень секретном месте. Давайте, присаживайтесь и посмотрим по изменениям. Вот ты купил автомобиль, что ты получаешь? А, в принципе, ты получаешь неплохую на фаршировку. У тебя будет магнитола, ты смотри, она идет у тебя уже с навигацией, раз. Она же может показать тебе расход топлива, ну, подключить само собой Bluetooth в виде, там, телефона, еще чего-то. Ты можешь смотреть SMS-ки, которые тебе приходят, почта электронная, то есть дисплейчик многофункциональный. Так же он еще и сенсорный. Далее идем, опускаемся потихонечку вниз. У нас идет трехзонный подогрев сидений. Дальше у нас идет климатическая система, телектор переключения, передач, то есть на новых обновленных версиях здесь уже будет идти кнопочка режима спорт, здесь у нас ее нет. У нас есть механический режим, то есть есть подрулевые лепестки, можно самому поиграться, но есть небольшая задержка, когда ты переключаешься по лепесткам. Ручник, стояночный тормоз, палка. Ну, смотри, по молодости, по молодости для молодых, ребят, я думаю, это даже будет плюс небольшой, потому что иногда, знаешь, по молодухе-то передернут ручник-то охота. То есть, когда никто не видит на парковочке, да, там, дернуть его, зайти в поворот попробовать, поиграться. Бывает. Далее идет туда шайба, она управляется как раз дисплеем. Ну, и, в принципе, в новых тоже будет больше интерьер сделан под шестерку, уже здесь будет шторка небольшая. Так-то, в целом, покажи меня. Я сижу, мне удобно. Руль тоже комфортный, многофункциональный, все присутствует, все есть. Что можно еще отметить? За счет того, что у нас версия с двухлитровым двигателем идет небольшой измене по приборной панели, а именно у нас идет по середине тахометр. В других автомобилях с двигателем 1,6-1,5 литра будет просто спидометр идти. Здесь же немного сделано под спорт, ну, знаешь, как бы 2 литра, такая гоночка, как считает Mazda. Давайте поедем прокатимся и посмотрим, какие ощущения дарит этот автомобиль от покатушек. Мы сейчас на парковочке, на небольшой, то есть у нас три человека в автомобиле. Просто газку в пол. Подхват на самом деле неплохой. Но я думаю, в одного здесь, конечно, будет кайф погоняться. Вот в одного еще более-менее куда дело не шло, но опять же, я предлагаю вам не забывать о том, что динамика разгона в автомобиле 9 секунд до 100, 150 лошадей и 2 литра. Это важно. Видите, иллюзия о том, что ты сделаешь себе сейчас чип-тюнинг, оно у тебя там вообще полетит, там выхлоп переделывает. Ну, вернись, в реале, ты же человек-то взрослый. По обзорности. В принципе, мне после Mazda сесть на тройку тоже обзорности вполне хватает. Заднее стекло у нас с дворничком. Боковые зеркала тоже, в принципе, информативные. Касаемо шумки. Друзья, ну, все как обычно. Mazda нужно обязательно делать шумку арка, если ты такой привереда. И в тот же момент, смотрите, не забывайте про резину. Я не зря про это сказал. На самом деле резину поменять много что изменится. То есть штатная резина на многих автомобилях не самая лучшая. По жесткости подвеска. Я бы не сказал, что он какая-то зубодробильная. По мне, вот как вот, знаешь, некоторые люди говорят зубодробильная подвеска. Да что значит зубодробильная подвеска? То есть, что вообще там со спиной должно быть у человека, а ты катаешься? Вот такие вещи. Вот видишь, вот, например, стык, разбойные, вот эти выбоины по дороге. Вот они, конечно, доставляют дискомфорт. Вот люки по городу кататься. А так, по большому счету, по остальному ты едешь. Понятное дело, кайф. Отклик на газ. Вот едем 50. Небольшая задержка. Пошла. Ну что, что. Вот даже вот у меня тоже 2 литра, да, на автомобиль. Но все равно, вот там с 50 газ нажимаю, при условии того, что у нас 3 человека, подрывчик ощутимый. В любом случае, чтобы получить общее представление от автомобиля, однозначно нужно брать тест-драйв. И тест-драйв тебе брать нужно не на 5 минут, а вот на часик как минимум. Покататься по городу, выехать за город, разогнаться, затормозить, запарковаться где-то. Тогда у тебя будет общее представление, ты поймешь, нужен он тебе или нет. Ну что, друзья, пришло время подводить некие итоги. Смотрите, полазил по форумам, почитал отзывы реальных владельцев за автомобиль, на что жалуются. Первое. Слабое лако-красочное покрытие, раз. Плохая шумка, два. Жесткий автомобиль называют, три. Низенький автомобиль. То есть из гарантийных случаев, ну кому-то меняли пыльники, кому-то меняли шрус, то есть, знаешь, единичественные такие случаи, такого повального чего-то нету. Ну и за исключением там известной проблемы с задними фонарями. Бывают потеют, все. В остальном машиной довольны, рулится хорошо, интерьер приятный, машина свежая, симпатичная. Поэтому брать ее или не брать, я думаю, выбор здесь останется за тобой. Одно могу честно сказать, я бы, например, у тебя новый автомобиль, бы сегодня именно трешку, я бы не купил. Вот под тем ценам, по которым она сегодня торгуется, я бы, конечно же, поднапрягся еще там какое-то время покопил бы и уже хотя бы взял бы себе шестерку. Если говорить о том, что ну трешка она просто поменьше, да ладно, это все какая-то ерунда. Да, шестерка для города так же, вон с головой хватает, вон люди ездят, все паркуются, проблем никаких находят. Почему машина такая дорогая? Здесь важно понимать то, что все автомобили сегодня японской сборки, вот именно трешки. Если шестерки и CX-5 уже давно собирают во Владике, то эти машины еще до сих пор приезжают там напрямую из Японии. Что, собственно, является большим плюсом. На этом, в принципе, у нас все. Больше размазать кашу по тарелке не стоит, поэтому если у вас остались какие-то вопросы, пишите их обязательно в комментарии, высказывайте ваше мнение по автомобилю. Если не его, то кого? Немцы мы одного рассматривали, японцы мы посмотрели. Дальше, конечно же, нужно посмотреть корейца. Все остальные видеоролики все в процессе. Парни, большое спасибо, что пишете, предлагаете ваши автомобили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok